Первое полугодие уже закончилось. Пора подводить итоги выполнения бюджета Белгороднестровского, говорит Виктор Минчев. Сверхзапланированной суммы получили 3 миллиона гривен. В основном за счет новых налоговых сборов, остающихся в казне города, в результате проводимых реформ по децентрализации. Стоит вспомнить и о финансах, выделенных из областного бюджета. Общий объем областных денег только по нашим бюджетным учреждениям составляет 5 миллионов и 3 миллиона, более 8 миллионов гривен. Поэтому сейчас главное знать, что мы могли до конца года эти все деньги освоить. Задолженности по зарплатам, по энергоносителям отсутствуют. Все вкладки проводят согласно заявок нашей вводной по почте. Отпускные все проплачены. Проблем по выполнению бюджета на данном этапе отсутствуют. Эта новость не может не радовать окерманцев. Как отметил Виктор Минчев, из госбюджета поступили еще субвенции. В частности, на льготы по тепловодоснабжению малообеспеченным семьям 166 тысяч, на образование 158 и здравоохранение 115 тысяч гривен. В ближайшее время планируют все-таки приобрести систему для голосования Рада. Кроме этого, незакладная записка секретаря совета. Вы знаете, что у нас есть в бюджете 600 тысяч гривен на систему Рада. Уже проведены все работы по освоению этих кошек. И нам необходимо эти деньги перераспределить. Часть денег оставить на капитальные расходы. И пункт будет звучать приобретение системы Рады. Это кондиционеров для актового зала. И кроме этого, часть расходов, текущие расходы пойдут на текущий ремонт здания самого актового зала, фойе. И на приобретение, так скажем, сопутствующей техники. Это имеется в виду столы, трибуны и стулья. Поэтому мы в капитальных расходах составляем только эти два наименования, остальные перераспределяем на текущие расходы по выполнению дома. Оставшиеся 140 тысяч гривен направят на проектную документацию городского стадиона, обещают в местном совете. Ну а последнее слово уже будет за депутатами. Согласятся ли они с таким решением исполкома, покажут результаты ближайшей сессии. Татьяна Карпенко, Андрей Романовский, Бессарабия ТВ.